Добрый-добрый вечер! Видно меня или слышно? Ой, как переверну там в формате получается. Ну ничего страшного, ладно, хорошо. Коллеги, меня видно или слышно? Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, чтобы я понимала. Видно меня? Десять, отлично! Спасибо, Женечка, огромное, благодарю. Ну что, начнем? Сегодня я решила к вам выйти с видео. Обычно я делаю без видео, но тут решила, думаю, пусть посмотрят на меня, какая я теперь худенькая, стройненькая, и какая я замечательная, такая вот замечательная, призамечательная. Ну и так, продолжаем марафон наших вебинаров. Все ли меня слышат? Поставьте плюсики, чтобы я понимала, все ли слышно и видно. Марафон именно уральский, он очень крутой. Все спикеры, которые передо мной говорили, прям, ну просто великолепно. У каждого свой опыт, у каждого свои какие-то достижения, у каждого есть свои какие-то фишечки. Ну сегодня я больше расскажу про себя, потому что действительно есть о чем поделиться, есть о чем рассказать. Итак, мне постоянно задают вопросы, те, кто знает, что я проходила, что я была в тестировании, мне задают постоянно вечный вопрос, насколько можно похудеть с wellness. Я, конечно, понимаю, что каждому это больной такой момент, очень важный момент, и каждому очень важно именно не просто приобрести продукцию, а именно похудеть на определенные килограммы, сделать определенные вещи и прям достичь определенного результата. Но здесь есть немножко, во-первых, мой собственный опыт, во-вторых, я вообще уже в похудении огромное количество времени. Те, кто меня не знает, я представлюсь, зовут меня Курячая Татьяна. Была я Рубиновым директором сейчас, звания у меня поменьше, но это не страшно. В любом случае структура у меня большая, она по всему миру. Но с детства у меня была предрасположенность именно к пухлости, именно к чему-то такому, знаете, что я поправлялась регулярно где-то в 12 лет. Я была очень до 12 лет очень худая, а потом резко начала поправляться. Начались гормональные переходы юношеские, и вот в этом возрасте все, меня понесло во все тяжкие. И на протяжении всей жизни я всегда что-то придумывала. Или я занималась спортом, или я обязательно садилась на какие-то диеты. В общем, огромное количество, громаднейший опыт похудения у меня вот-вот просто выше крыши. И, конечно же, были какие-то негативные моменты, но в то же время я достигала каких-то результатов, и мне это очень нравилось. Поэтому, когда мне задают вопрос, насколько можно похудеть в Велнос, именно с Велнос, то я могу сказать, даже несмотря на то, что именно продукт Велнос просто уникальнейший, и о нем я чуть попозже буду говорить, как он повлиял на меня, то я могу сказать, что все-таки какой бы вы способ не выбрали похудеть, зависит от нескольких факторов. Первое. И самый важный фактор, каков изначальный вес. Вот мы сейчас проводим марафон, он у нас заканчивается двухмесячный, и у нас есть разные категории девочки. Есть, которые свыше 117 килограмм весят, есть, которые буквально 50-60, но все равно хотят убрать несколько килограммов. И вот те, которые весят намного больше, у кого вес изначально более большой, то они могут сбрасывать очень быстро, и благодаря именно Велнос-продукту, очень вообще в легкую и очень прям хорошие килограммы. У нас есть результат у одной девушки, женщины взрослой, у нее изначальный вес был 118 килограмм, и сейчас она уже сбросила чуть меньше, чем за два месяца, 6 килограмм, 6 с лишним. Вот, но все-таки зависит от того, что если у вас вес меньше, то килограммы будут уходить медленнее. Много факторов здесь влияет, поэтому не ставьте себе такой момент, здравствуйте, добрый вечер, не говорите так, что вот я не буду пользоваться Велнос, я не буду его покупать, потому что вдруг я не сброшу столько килограммов, сколько мне потребуется. Берите всегда. Я вам это могу гарантировать 200%. И не пугайтесь того, что если у вас идет немножко медленно. Вот я, когда мне предложили войти в тест-группу, какое у меня великое счастье было, потому что именно прошлый год, 19-й, он сподвиг меня, опять вновь я поправилась, опять у меня пошли какие-то добавления в моем теле. Я могу так сказать, что, например, мой любимый ящичек бюстгальтеров от компании Фаберлик и от Флоранш, они просто мне стали маленькие. Я не могла их застегнуть. И у меня прямо для меня это была просто катастрофа. И, соответственно, когда мне предложили, я говорю, очень хочу. Но мне говорят, так ты же вроде бы не полненькая. И я просто понимаю, что для каждого свой вес, он вот для каждого по-своему. Кто-то, может быть, глядя на другого человека, смотрит и говорит, ой, он такой хорошенький-хорошенький, он такой вот прям вот аппетитненький-аппетитненький. А этот человек, может быть, страдает от того, что есть какой-то дискомфорт. Вот у меня был конкретный дискомфорт. Я не была огромных размеров, но я вам дальше покажу. Но в любом случае у меня прямо так вот тю-тю-тю, телеса были очень хорошие. И, соответственно, у меня вес ушел не сильно. Но это позже. А каких еще факторов влияет именно на сколько килограмм вы можете похудеть? Это какие пищевые привычки. Потому что если я вошла в wellness, вот тестирование, уже с хорошими пищевыми привычками, я давно питаюсь здоровыми продуктами, я очень разбираюсь в том, что можно есть, что нельзя есть. И то для меня многое было открытием. Когда нам Эдигер давал определенный вебинар, для меня многие вещи были открытием. Но в любом случае, вот мне проще было перейти на пищевые привычки. Но чаще всего люди привыкли кушать пельмешки, хлебушек беленький. Я прям вот говорю так уменьшительно ласкательно, потому что на самом деле многие любят и жирную пищу, и острую, и многое-многое другое. Соответственно, если у вас пищевые привычки, например, далеки от полезного питания, то здесь похудение будет немножечко подлиннее. Потому что если вы не перейдете на здоровое питание, то это более длительно. Но в любом случае вы похудеете однозначно. Я бы даже сказала не похудеете, а постронеете. Еще влияет это, какие заболевания в организме бывают. Потому что это могут быть и гормональные сбои, и какие-то проблемы по-женски, и многое другое. Вот в этой ситуации, когда у человека есть какие-то хронические заболевания, то продукты Wellness просто показаны. То есть многие задавали вопросы, если у меня сахарный диабет, а можно или нет, нужно. Многие мне задавали вопросы по поводу, если у меня там проблемы с желудочно-кишечным трактом, а можно ли, я говорю, нужно. Потому что именно продукты Wellness, они помогают нашему организму перерабатывать те жиры, ту еду, которую мы потребляем. И если у нас уже там перенасыщено вредными жирами и теми продуктами, которые не полезны для организма, то в данной ситуации продукты Wellness наоборот помогут, наоборот сподвигнут, и организму, вначале, конечно, будет сложно, но потом организм перестроится, и организм начнет правильно функционировать. Поэтому здесь тоже зависит от того, какие есть заболевания, и на сколько килограммов сможет человек похудеть. Каков режим дня и питания? Потому что есть, кто-то работает в ночную смену, кто-то привык по ночам кушать, и перестройка эта будет очень сложная. Вот я любитель поесть по ночам, по вечерам. Сейчас немножко отодвинусь, мне так удобнее будет. Уберу. Видите, на мне новое платьишко наше, красивое. Очень мне уж нравится вот этот новый этот. Так вот, каков режим питания? Потому что перестройка именно на правильный режим питания, и на правильный режим дня, и чтобы высыпаться, и многое другое, тоже эти факторы влияют на увеличение, уменьшение именно килограммов. Потому что вот точно так же я просто эту тему очень сильно изучала. Если человек, например, не высыпается, то у него организм в постоянном стрессе, и в конечном итоге он запасается. Он просто в себя берет намного больше, вот откладывает те жиры, и вот все это откладывает, чтобы, а вдруг ему не дадут. Поэтому очень важно будет перейти на правильный режим питания, на правильный режим дня. Тогда килограммы начнут уходить гораздо быстрее. Ну и самое важное, наверное, какова сила желания? Например, у меня огромная сила желания была. Добрый-добрый вечер. Да, красивое платье, я прям от него, прям в такое качество. Ну ладно, мы сегодня не про одежду, но я очень люблю сегодня одел его, прям в удовольствие. Так вот, какова сила желания? Это заметно было, знаете как, вот у нас была тест-группа, и у всех, кто пришел в эту тест-группу, они пришли в осознанном состоянии, и им необходимо было скорректировать свою фигуру, скорректировать свой вес. Соответственно, если где-то они что-то там, ну, расслабились, сделали как-то не так, что-то сделали не то, то они потом нагоняли, догоняли, потому что для них это было очень важно. Точно так же я вижу вот сейчас по нашей группе марафона вошло большое количество людей, но очень многие просто, ну, я бы сказала, так отвалились, потому что они пришли в надежде на то, что все как по мгновению волшебной палочки произойдет. Но на самом деле все равно всегда нужно прикладывать усилия, всегда необходимо дополнять к продуктам wellness определенные правила, если вы добавляете определенные правила в свою жизнь, в свой рацион, и если вы добавляете и обязательно продукты wellness, то однозначно у вас очень хорошо будет уходить вес, но самое важное еще и будут уходить размеры. Вот, например, я заметила, что те люди, которые меньше веса, то есть поменьше веса, то у них вес уходит небольшими количествами, даже, может быть, всего лишь килограмм, там, 2-3 килограмма, но зато объемы. Вот у меня было так. У меня был такой момент, когда я Жене говорила, Женя, что такое у меня килограммы не уходят? Она говорит, ты замерялась? А я, я же вредная такая, нет, не замерялась. Она говорит, ты ты возьми замерься. Я, когда замерилась, я была в полном восторге и удивлении, что килограммы вроде бы остались прежними, а мои замеры уменьшились. И вот это тоже есть такой момент, когда задают такой вопрос, насколько вы похудели, мне проще просто показать показатели. Давайте мы посмотрим на мои показатели. Я специально нашла фотографии, которые действительно были в прошлом году. Вот где я в белом костюме, это летом. Здесь, конечно же, я стала бочком, чтобы уменьшить, но как бы я ни старалась повернуться, очень заметно и руки мои, и щечки, и животик, который выпирает. То есть все равно формы их никуда не денешь. Это было летом прошлого года. Важны объемы? Объемы очень важны, конечно, потому что я говорю, у меня огромное количество одежды, я просто одеть не могу. У меня гардероб огромный, а я в него вообще не вхожу. Это состояние очень плохое для меня. Которая фотография справа, где я в серой блузке, это уже было попозже, ближе к осени. И специально вам, знаете как, вот я в этот раз впервые обрадовалась, что у меня есть фотографии, где меня сняли, ну вот, сними меня фотографу. И я вот здесь вот, вот такого прям, очень тусички, прям показали все мои размеры. И я прям думаю, как хорошо, что у меня такие фотографии есть, потому что чаще всего мы такие фотографии прячем, чаще всего мы их не выкладываем никуда, потому что, ну, нам не нравится то, что у нас выпирает добро, богатство и многое другое. Для многих, конечно же, большая грудь – это преимущество. Для меня с моим маленьким ростом, я метр пятьдесят пять, моя большая грудь – это камень преткновения, потому что, когда она растет, то моя талия вообще незаметна. И получается, из-за того, что я маленького роста и короткое расстояние вот тела, то получается, грудь соединяется с бедрами, и получаюсь я колобком. И поэтому, когда моя грудь растет, а она в первую очередь растет, когда я поправляюсь, то в данной ситуации я думаю, боже ж ты мой, это же кошмар какой-то, и не все можно одеть. И вот слева фотография, здесь меня обнимает Ирена Валентиновна, но чтобы поместить фотографию в кадр, мне пришлось все-таки вот обрезать ее там, Дарья Титова и Ирена Валентиновна. Это мы были на нашем форуме в компании, и вот в тот момент для меня была проблема. Нужно ехать, купить новый гардероб я не приобрела, и чтобы я не померила красивый наряд, ничто на меня не лезло. Меня спас буквально вот это вот платье, которое сзади практически, скажу по секрету, не застегнуто, одет пиджак, и поэтому не видно, потому что я ничего застегнуть не могла. И вы уже видите, уже с лета меня как поперло в разные стороны, насколько у меня лицо увеличилось в объемах. У меня, когда я начинаю поправляться, у меня сразу же начинает поправляться грудь, в первую очередь, с животом я меньше страдаю, но вот грудь и именно щеки, и у меня сразу лицо круглое становится. И я прям замечала, когда я поправляюсь, я сразу выгляжу намного лет старше. Или, может быть, я выгляжу на свой возраст, когда я поправляюсь, а мне же совсем не хочется выглядеть на свои 52 года. Мне всегда хочется быть девочкой, стройненькой и худенькой. Вот я вам показала замеры, в которыми я вступила в тест-группу. Вес у меня на тот момент, но я его, кстати, немножечко чуть-чуть сбросила, потому что там, где меня обнимает Ирона Валентиновна, у меня там было 65 килограмм. То есть, ой, нет, вру, 63, сори, извините, пожалуйста, утрирую. 63 килограмма. 3 килограммчика я за счет определенного рациона снизила. Так вот, ох, у меня свет, у меня свет. Подождите, я включу еще один свет, чтобы посветлее было, извините. Что-то я не подумала включить свет, в темноте сижу, темнеет уже быстро. Так вот, и когда я вступала, я весила 64 килограмма. Объем шеи у меня был 35 сантиметров. Кстати, на тот момент, когда нам сказали, что нужно замерять шею, я думаю, зачем замерять шею, что за глупости. Но если вы посмотрите на фотографии, посмотрите на меня, сейчас на мою шею, вы увидите, насколько большая разница. Так что это правильно, когда вы замеряете шею, потому что шея тоже худеет. Объем груди у меня был 100 сантиметров. И представляете, если я до этого носила объем груди 75, ну, и чашки, конечно, у меня были С, но в любом случае 100 – это просто запредельное что-то для меня, для моего роста и для моих привычных моментов. Объем талии у меня был 80. Вроде бы не так много, но все равно в любом случае здесь, знаете как, вроде бы талия и не очень такая уж большая, но вот эти складки на спине, складочки на талии, под талии, то есть вот эти складки, они вот настолько вот… Это в одежде не видно, а когда ты раздеваешься и на себя в зеркало смотреть просто невозможно мне было. Я просто грустила от этого. Объем бедер 95, объем одного бедра 54, объем руки 30. Ну, это нам давали такие замеры обязательные, что мы должны делать, но я добавила еще в замеры, привычные свои замеры, потому что я уже не первый раз, я говорю, вхожу именно в похудение, я добавила под грудью 86. Обратите внимание, если у меня ранее было 75, объем под грудью, а тут 86, это уже добавлено. И ниже талии, это я, знаете, как написала ниже талии, это вот талии, и где еще не доходя до бедер, вот это вот животик, вот это место, 92 у меня было. Вроде бы, если бы я была выше ростом, то объем груди 100, талия 80, бедр 96, это в принципе 90-90, 90-60-90 практически близко, но в любом случае с моим ростом это просто вот катастрофа. Итак, я вошла счастливая и радостная. И конкретно, когда она уже вошла, и нам проводили определенное обучение. Продукт для особо ленивых, я бы так назвала, продукты wellness, потому что на самом деле, когда я стала им пользоваться, я стала понимать, что я ранее, знаете как, и фитнесом занималась, и шейпингом занималась, и занималась, ходила в качалку, и что я только не делала. А в это время у меня вот как раз вот наступило такое время, что я никак не могла пойти в фитнес-клуб. И получается, что я уменьшила свои объемы без физической нагрузки. Это удивительный момент, потому что, если добавлять физическую нагрузку именно в продукты wellness, и вот те факторы, которые я вам написала, то однозначно вы можете добиться очень стройной, очень красивой и практически идеальной фигуры. Идеальными мы, конечно, быть не все можем, потому что здесь нужно обязательно и добавлять физическую нагрузку, но в любом случае ваши размеры будут совершенно другими. И у меня была такая цель. Первое, что дополнительно к wellness, это здоровое питание, правильное питание. Ну оно у меня было, я просто его единственное подкорректировала. Обязательно полтора-два литра воды, но к тому времени я уже привыкла пить полтора-два литра воды. Ну еще я добавила wellness продукты, и тогда только были коктейли вместо ужина. Итак, вот какого результата я добилась на сегодняшний момент. Начали мы в декабре. И вот смотрите, минус в объемах по показателям. Я не стала писать замеры, я написала вам в минус. Во-первых, я ушла с 46-го в талии и 48-го в груди размера. Сейчас у меня 42-й в талии, 44-й в груди. И смотрите еще какой момент. Вот буквально с этим платьем я купила еще одно платье и взяла его 44-го размера. Вчера я его померила и думаю, боже мой, ну что же делать-то, вот такая косоворотка, которая розовая. Мне придется его или продавать, или все-таки носить с поясом, потому что я еще похудела, и у меня еще убрались размеры, и мне это платье великовато. Вес у меня стал 53-900, это получается минус 6,5 килограмм. Объем шеи у меня убрался на 4 сантиметра. Объем груди на 10 сантиметров. Объем талии убрался на 12 сантиметров. Объем бедер на 8 сантиметров. Но здесь это нормальный процесс, когда вы начнете худеть, когда вы начнете использовать продукты Wellness. Помните, это действительно предрасположенность нашего женского начала. У нас всегда самые большие отложения именно в бедрах. И они худеют гораздо сложнее, они гораздо дольше убираются в размерах. Здесь очень хорошо добавлять именно физическую нагрузку, тогда бедра, попа и само бедро, оно начнет убираться. Но то, что вот действительно произошло с того момента, как у меня были ноги, я же их закрывала одеждой, никто не видел. А я-то... За какой период? С декабря месяца. Но я дальше буду рассказывать. С декабря месяца это получается, что у нас сейчас? Май месяц получается. Январь, февраль, март, апрель, май. За 5 месяцев получается. Но это я меньше вошла по размеру, и у меня 6,5 килограмма вот такие замеры. Я вам говорю, что 2 месяца у нас идет, как его марафон wellness, и у нас девушка, которая большего объема, она за 2 месяца 6,5 килограмм сбросила. И замеры у нее практически как у меня за 2 месяца. Потому что объем больше и быстрее уходит. Простите, можно я сделаю глоток? Итак, в талии убралось 12 сантиметров, в бедрах 8, бедро убралось 6, и рука убралась 4. Ну и под грудью было 86, стало опять 75. Слава Богу, мой ящичек прелестный, теперь я могу пользоваться всем. Объем ниже талии был 92, стал 84 сантиметра. То есть вот прям очень хорошие вот такие, знаете, показатели, и это очень заметно. Я специально вам... Фотографии вроде бы такие, знаете, как домашнего формата, но вот я вам показала, буквально в декабре я купила вот эту кофточку, она мне была прелестна, она мне была очень хороша, и вот сейчас кофта на мне вот так вот-вот-вот свободненькая, а теперь я ее ношу только под куртку, потому что одеть ее не могу, она мне просто висячая. И вот справа я фотографировала для своих друзей, это шорты, которым уже 10 лет, которые я покупала, когда я похудела очень сильно, и вот разбирала свой гардероб, решила что-то отдать, что-то выкинуть, и решила померить. Померила, а не мало того, что на мне застегнулись, они еще и в придачу мне свободны в талии, поэтому я вот решила сфотографировать, показать, насколько вообще, ну вот, размеры происходят. Ну, и так, как это все началось? Началось это в декабре 2019 года, когда нам предложили. Мы получили банки, не в пакетах, в банках, и огромное спасибо, громадное спасибо компании, громадное спасибо руководству Уральского региона Евгении Демидовой, огромное спасибо Ироне Валентиновне, что они мне предложили эту возможность, такую уникальнейшую. Мы получили вот такие банки, не в упаковках. Теперь я эти баночки использую, я уже покупаю велнос-коктейли и супы в пакетах, пересыпая туда, мне так более удобно. Банки очень клевые. Нам прислали несколько вкусов. Могу сказать так, что действительно удивительный момент, что когда мы с коллегами разговаривали, то у всех разные пристрастия. Я, например, влюблена просто неимоверно в малину, в клубнику, в шоколад и в ваниль. Кто-то мне говорит, что ваниль и шоколад есть, пить вообще не может, потому что для них это очень сладко. Кто-то говорит, что коктейли смородина просто влюблены до невозможности в коктейли смородина. Для меня в коктейлях смородина нравятся ягодки. Там прям цельные ягодки, просто прелестно. Малина идет прям с косточками, он прям вот на привкус. А клубника, когда пьешь коктейли велнос с клубника, там прям, знаете, как частицы клубнички. Ну, так прелестно просто. Ну, для меня коктейль смородина, ну, как-то так. Может быть, потому что я просто не люблю саму смородину. У меня нету пристрастия к этой ягоди. А очень многие просто с удовольствием и великолепно. То есть у каждого все равно может быть, когда вы будете покупать продукты велнос, у вас могут быть свои пристрастия. Поэтому пробуйте, анализируйте, что вам лучше больше подходит. Прослушали мы инструкцию, у нас был вебинар. В записи нам не дали его, но дали просто инструкции, как питаться, что необходимо убрать из рациона. Я была удивлена, что убрать из рациона бананы. Когда нам сказали, что когда вы будете начнете питаться продуктами велнос, нужно убрать бананы. Потому что настолько сбалансированный вообще состав коктейлей велнос, настолько прям некоторые там продукты, которые находятся, витамины, они вообще как суточная норма на весь день получается, что дополнять дополнительными какими-то витаминами не обязательно. Хотя в принципе нам сказали, что омегу-3,6,9 без проблем, куинзим без проблем, поэтому я эти продукты пью постоянно, поэтому я их продолжала пить, как и привычно, ну и употребляла именно продукты велнос. Начала пробовать по-разному разводить. Дело в том, что у меня хоть и был шейкер, я решила попробовать делать в блендере. В блендере получается более жидкая консистенция. Мне она не совсем комфортная, потому что я же не просто пью водичку, я же... А что еще убрать? А за какой? Что еще убрать? Уточните, пожалуйста, Наталья, я не совсем поняла вашего вопроса, пропустила, в какой момент вы написали. Я пока продолжу, а вы уточните, что именно, откуда что убрать. А, про бананы. Сказали убрать соки, даже натуральные соки, хотя в принципе потом я все-таки добавила соки. И сказали, что желательно убрать виноград, но или добавить виноград его в утреннее применение. Для меня было не новостью, что убрать... Все, из продуктов поняла. Сливочное масло, я его давно уже не ем, потому что именно сливочное масло, оно очень большое содержание холестерина в нашем организме прямо откладывает, прям приличное-приличное. Поэтому сливочное масло я вообще не ем. Я не ем майонез много лет, и я много лет не ем сливочное масло. Я заменяю что-то усредненное, сметана. Конечно же, желательно сметану в больших количествах не есть, потому что это молочный продукт, и он имеет свойство окисления в организме, когда мы ей питаемся. Но добавочно я не могу без молочки. Это моя... Ну, мне очень нравятся молочные продукты особенные. То есть я из Казахстана, я люблю чай с молоком, поэтому я не могу без этого обойтись. Соответственно, сметана мне заменяет вот именно майонез, или заменяет мне возможность сливочного масла. То есть это своего рода определенный жир. Он не вредный, но его в большом количестве нельзя. Я в большом количестве его и не ем. Ну и там очень много что убрать. Свинину желательно убрать, потому что это более жирный продукт. Если свинину можно использовать, то нужно делать, знаете как, вот чистое мясо, такое вот молоденькое, которое без жиров. Убрать из рациона... Убрать из майонеза, это понятно. Для меня это вообще... Добавить вместо оливкового... Вместо подсолнечного масла оливковое. Ну, я оливковое масло давно ем. Я давно отказалась от подсолнечного масла. Если я использую подсолнечное масло, то я использую его только в салаты. Я на нем ни в коем случае не обжариваю, потому что там выделяются канцерогены. Оливковое масло менее подвержено при нагревании и выделению канцерогенов. Поэтому... Ну, я просто это уже знаю давно. Ну, давайте я дальше буду говорить, потому что иначе я могу рассказывать очень долго про вообще тему похудения, здорового питания и многое другое. У меня есть определенная цель поделиться с вами определенным своим опытом. Да, да, да. Сахар это естественно, алкоголь естественно, колбаса это естественно. Это вообще естественно, даже без wellness. Вот, вот, серьезно. Итак, начать пробовать по-разному разводить. И для меня вот в блендере слишком жидковато. Все-таки это еда, а не питье. Далее есть такой момент. Я потом попробовала нашим вот этим вот шекером разбивать или пробовать ложкой не та консистенция, которая действительно комфортная, которая действительно очень хорошо влияет. Сейчас немножко еще освещение добавлю. А то темнеет и все. Я уже начинаю прямо в темной комнате сидеть. И смотрите какой момент. И все-таки я поняла, что шейкер это самое лучшее, вообще самое лучшее средство для перемешивания коктейлей. Во-первых, он взбалтывается и полностью, ну вот перерабатывается в однородную массу. Это раз. Хлеб цельнозерный, можно. Цельнозерновой, можно. И в пропорции. Я продолжаю, пока не буду зачитывать, иначе я повисну на ответах на вопросы. Вы меня простите, пожалуйста. Хлеб, конечно, нужно убрать, но сегодня тема не что убрать. Я сегодня рассказываю свой опыт, и я сегодня вам расскажу, как можно использовать этот продукт. Дополнительно огромное множество вообще и материала, и других вебинаров, и другие наши коллеги по волнос-тестированию, они тоже давали различные. Вот, например, у Светланы Луговых были прям таблички, что она покупала, сколько это стоит, как это вообще прелестно использовать. Прелестно давала Александра Сечик, она давала материал именно, что можно, что нельзя. Я уже не стала вдаваться в это подробностей, рассказываю свой опыт, как у меня это получается, потому что многие говорят, вот вы только хвалите. Нет, у меня тоже были моменты, когда мне казалось, у меня не получается, и поэтому я с вами делюсь, чтобы вы потом впоследствии не боялись того, что с вами будут происходить подобные вещи. Итак, в шейкеры взбалтываешь полностью, и еще она образует какую-то, как пенообразную такую форму. И я обычно шейкер взболтала, ставила и некоторое время давала постоять. Тогда она более загустеет, можно пить через трубочку, но я прям вот не выливала в стаканчик, ну что вот, а он более густой становился, а прям вот из горлышка пила маленькими глоточками, прям маленькими. Заметила, когда один раз я попробовала выпить Wellness залпом, буквально через полчаса я вдруг захотела есть, потому что, видимо, я не ела, я выпила, а Wellness коктейль – это не питье, это еда, поэтому маленькими глоточками очень хорошо. Если вы даже, знаете, как пробовала, в стакан вылить и ложечкой, то есть есть маленькой ложечкой, тогда насыщение организма происходит гораздо быстрее. Нам сказали, что я спросила, а можно два коктейля за раз, потому что мне может не хватить такой дозировки. На что нам ответили конкретно? Два коктейля ни к чему, потому что, ну, это превышение, мало того, что калорийности, второй момент, это ни к чему, это вам только кажется, что это мало, на самом деле, организму достаточно одной вот ложечки, которая есть мерная. Но я попробовала, я же вредная. Я попробовала сделать два коктейля, то есть один и второй. Самое забавное было другое. Первый я выпила, начала пить второй, до середины дошла, и уже все. Я просто понимаю, что у меня уже никуда не лезет, то есть я уже сытая, то есть вот этот второй коктейль был абсолютно лишним, поэтому я больше такой эксперимент делать не стала. То есть я пробовала, экспериментировала, как оно лучше работает. Я пила коктейли именно вечером, вместо ужина. Но когда я, например, перебарщивала что-то с едой, или, например, какие-то вкусняшки съела, которые вредны, то я просто-напросто на следующий день делала такое, как своего рода разгрузочный. То есть второй завтрак у меня был wellness-коктейль, и ужин у меня был wellness-коктейль. И получался у меня как ускорение процессов переработки пищи в организме, и быстрее ускорялись именно работа желудочно-кишечного тракта. Четвертый пункт. За два часа до сна пила коктейль, но первые моменты были вот такие, особенно когда привыкала в самом начале пути, потом уже привыкла. А в начале есть такая ситуация, не могла перестроиться. Мне постоянно хотелось есть ночью. То есть два часа проходит, а если я не уснула, все, я опять хочу есть. Что же я только не пробовала. И как же Евгения Демидова посоветовала выпить, есть такой метод, то есть организм просит еды, на самом деле он может быть есть не хочет. Достаточно выпить стакан горячий, то есть кипятка, и организм вы обманываете, и получается, что вы обманули организм, и он думает, что вы поели, и соответственно вы ничего не ели. Потом я попробовала другой метод. Я начала делать, если я все-таки хочу есть после коктейлей, нам говорили, если все-таки хочется, никаких проблем нету, не надо свой организм напрягать. Просто единственное, после коктейля поешьте, пожалуйста, что-то легкое. Я, например, без всяких майонез, без сметаны, без масла, безо всего, просто овощи или фрукты. Я, например, как делала? Я брала огуречек, резала его на маленькие дольки, знаете, как вместо конфетки, просто его грызла. И вот когда я его просто вот такими долечками грызла, то насыщение происходило быстро, и соответственно, это не тяжелая пища, и она никак на меня не повлияла. Но все-таки это происходило очень частенько. Вот эти набеги на холодильник, прям набеги, я прям открываю и думаю, чтобы съесть, чтобы съесть. Ну не нравится мне эта ситуация, вроде бы в сон надо уходить, а я тут есть пошла. Прям вот у меня очень долго вот я привыкала к этому моменту. Потом я нашла причину. Я нашла причину, что у меня просто рацион питания за день, он менее калорийный. Из-за того, что я привыкла питаться более здоровой пищей и менее калорийной, она у меня была недостаточна. Хотя нам сразу же сказали, обязательно условия в течение дня, обязательно есть белок и полезные жиры. В полезные жиры входит это авокадо, полезные жиры, это оливковое масло, полезные жиры, это когда вот идут, например, мясо, рыба, жирная, например, это полезные жиры, то есть красная рыба, она более жирная, чем морская рыба. То есть морская рыба, она более жирная, чем речная рыбка. А я поняла, что я по привычке больше ела овощей и фруктов, и соответственно, мой рацион вот в белковой пище был занижен. Соответственно, если я в течение дня съедала мало белка, то, соответственно, получалась такая ситуация, что вечером, после коктейля, у меня организм просил еще что-нибудь пожеваться. Полезные жиры это еще орехи, в них действительно большое содержание жиров, но их много есть нельзя, там буквально горсточку, 3-4-5 штучек достаточно для организма. И я заметила, что стала делать, и я, понимая, что я не могу перейти по определенной причине, далее я вам скажу, почему, на вот большое количество белков в своем рационе, поэтому я просто стала делать ранний ужин. Вот стала делать. Я стала делать, в 6 вечера я не плотненько, именно что-то, или овощное рагу, что-то такое легкое, может быть, даже добавляла, я бывала, или, например, я делала помидоры с яйцом, они больше были такие, как потушенные, чем зажаренные, то есть как в виде омлета, то есть белок и овощи. И в небольшом количестве я делала вот такой вот полезный вкус полезными продуктами, как ранний ужин в 6 часов вечера. И уже коктейль я выпивала в 9. Почему в 9? Очень часто говорят, что нужно пить именно последнюю еду, есть последний раз в 6 часов вечера. Но если я ложусь поздно спать, точнее, я ложусь рано, в 10, в 11, но заснуть я могу в 12, я могу в пол первого, бывает работа какая-то, и все остальное. Если я поздний житель, как говорится, в сон, поэтому для меня поесть в 6 часов и потом такое количество часов не есть, будет катастрофа. Поэтому для себя я выбрала вот такой момент. Вы для себя вырабатывайте именно по своему графику жизни, как вы живете, во сколько вы ложитесь спать. Важно учитывать за 3 часа до сна упивать коктейль. Для меня за 3 часа, 2-3 часа до сна, это в 9 часов. И вот когда я стала делать ранний ужин, то я заметила, коктейль это для меня получался не совсем как ужин, а как десерт, такой очень приятный, вкусный десерт, который восполнял мне именно сладость, которой мне не хватало в организме, и мне очень хорошо это стало помогать. Пятый момент, это купила антистресс. Когда я поняла, что я могу заснуть, но проснуться ночью и опять идти к холодильнику, вот дурацкая у меня была привычка, это ужасно просто. А коктейль пили с молоком? Нет. Кстати, вообще, когда нам давали тему, то говорили, да, можно коктейли пить с молоком, но, если вы хотите похудеть, то лучше пить с водой, потому что, по сути по своей, там в самом коктейле 3 сыворотки молочных, там есть и именно молоко, там есть и соево, и еще 3 сыворотки, я не помню, какая сыворотка, если кто-то знает точно, напишите, пожалуйста. Важно, что там 3 сыворотки, они именно сбалансированы правильно настолько, что молоко не нужно, просто разбавлять водой. Но если вы худенький и вы хотите поправиться, пейте наши коктейли с молочком, тогда повышается калорийность, и тогда вы можете очень хорошо добавить в весе, если вам это необходимо. Хотя нам сказали, если вам непривычно первое время пить с водой, можно сделать, например, половина стакана вы делаете молоко, но не жирное. И, кстати, хочу сказать, забудьте про обезжиренный творог, про обезжиренное молоко. Все эти продукты абсолютно не полезны для организма, там ничего полезного уже нет. Лучше брать или 1%, или 1,5%, например, молоко и йогурт. Например, можно йогурт вместо сметаны брать. Можно, например, молочко 1,5%. И творог лучше даже брать или 2%, но не 9%. 9% – это очень жирный творог. И вот молоко, можно половина молока, половина воды. Кстати, я попробовала такой способ. Ну, вкусно. Ну, в принципе, я с удовольствием пью с водой, меня нисколько это не напрягает. Вначале было немножко непривычно, сейчас мне вообще не хочется добавлять молока в коктейль, потому что он настолько вкусный сам по себе, он настолько действительно сделан. Удивительно, что в данной ситуации вы просто постепенно привыкаете, и вода этого достаточно вот-вот выше крыши. Но я купила антистресс, потому что я знаю, что когда человек начинает худеть, то всё равно происходит стресс в организме. Очень вкусно, да-да-да. Стресс в организме происходит по любой причине, потому что наш организм начинает перестраиваться, организм начинает просто пугаться, что мы его ограничиваем в каком-то питании, что-то мы убрали из рациона, где-то мы его не накормили в тот момент, когда он привык кушать, а мы его вдруг перестаём и кормим совершенно другими продуктами, и он начинает стрессовать, он начинает накапливать, и это отражается и на нашем настроении, и многое другое. Это нормальный процесс. И я вдруг подумала, антистресс ведь у нас очень хорошо работает, именно убирает стресс, это раз, и для похудения очень хорошо, и второй момент, он мне поможет уснуть. Я взяла, попробовала, выпила коктейль, и перед сном, буквально где-то за часик, я взяла и выпила две таблеточки антистресса. Когда я первое время выпила и проснулась в 8 утра, поняла, что бедный мой холодильник страдает, я к нему не пришла и не поздоровалась ночью, но моё счастье было неимоверно. Подумала, может я устала? Я попробовала второй раз, выпила опять две таблеточки антистресса, это же травки, а он абсолютно безвреден, и мне разрешено одну или две порции выпивать наш антистресс. Три дня в марафоне муж страдает. Почему? Кормящим грудью можно пить коктейль? Кормящим грудью можно, единственный какой момент, что важно понимать, что если у вас нету например каких-то аллергических реакций, то есть предрасположенности к аллергии, попробуйте, потому что в принципе в коктейле нет вредных продуктов никаких, он без ГМО, он абсолютно безвреден, он без глицина, он там цинк, там селен, там железо, там вся группа витаминов В, В1, В12, там витамин С, там чего только нету, и самое важное, что там есть коллаген, который вообще полезен и для суставов, и для волос, и для ногтей. Кстати, могу сказать, у меня ногти очень плохо растут, вот я вам покажу, это вот, я конечно их не успела обработать, но в любом случае, если вам видно, вот эти ногти у меня выросли за неделю, я каждую неделю обрезаю ногти под ноль, и у меня за неделю вырастают ногти, они настолько быстро растут, у меня кстати, все меня видели с короткой стрижкой, у меня сзади вон хвостик, у меня вот такие волосы, у меня безумно быстро начали расти волосы, они вообще другого, даже объема они другого, то есть вот благодаря коктейлям Wellness я просто вижу, кожа другая, ногти другие, кожа на руках другая, меньше морщинок стало, кожа на лице другая, волосы другие, вообще состояние организма совершенно по-другому себя чувствуешь. Вот моего питания, а, твоего питания, Светочка, понятно. Так вот, вот антистресс ему давай, и все будет замечательно. Вот этот таблетки антистресс я попробовала второй день, в третий, в четвертый, в пятый, вы не представляете, какое это счастье. Холодильник страдает, он меня не видит, а я счастлива, потому что я туда не хожу теперь больше. Ну, и тогда не ходила, в тот момент. Сейчас у меня уже по-другому немножко перестроился организм, меня не тянет ночью, и даже если я хочу, ну, я подошла и съела яблоко. Например, могу сказать вот вам как рекомендацию, красные яблоки можно есть на ночь только, а зеленые яблоки можно есть только утром. Они абсолютно отличаются, но это другая история, а то я буду рассказывать очень долго. И я засыпала, как младенница, и вообще великолепно было. Сделаю глоточек. Ух, не поняла. Куда это он у меня перелистнулся? Назад вернемся. Вернемся назад. Слишком я перелистнула. Итак, вот хорошо, что вы посмотрели, какая я была, а сейчас мы с вами перейдем именно какая я стала, и теперь мы посмотрим, что же происходило со мной. Вообще, самое важное, что для меня было важно, я очень внимательно изучила составы Wellness, мы нам очень внимательно рассказали, на что он воздействует, как он работает, и для меня это было просто великолепно. Я понимала, что вообще сами коктейли Wellness, это просто вот, ну, знаете как, нельзя говорить бомба, но это действительно самое нужное, то, что пришлось в нашу компанию Фаберлик. Это новый стиль жизни. Сейчас вообще направление Wellness, оно огромное, не только в компании Фаберлик. Громадное количество звезд именно идет по направлению Wellness. Во многих компаниях есть направление Wellness, но мы очень сильно отличаемся от многих продуктов Wellness. Хотя бы одним из моментов, что у нас, у единственных нету глицина. Это очень важный момент, но по составам я не буду вам говорить, чем мы отличаемся от других. У нас действительно уникальнейший продукт, то, о чем нам рассказывали. И это вот доминирует сейчас, вот здоровье, прекрасное самочувствие, очень многие занимаются спортом, очень многие следят сейчас за своим здоровьем, именно за своим питанием. Вообще само слово Wellness произошло от фитнес и от вэлдбейдинг, вэлдбейдинг, то есть спорт, определенная качалка, определенный вид спорта, что означает хорошее самочувствие, переводится, и плюс благосостояние. Поэтому, когда мы употребляем коктейли Wellness, мы в тренде. И точно так же, помимо того, что это полезно, но мы еще и как раз вот в этом сообществе. Вообще концепция Wellness поддержания хорошей физической и духовной формы, потому что те витамины, которые находятся внутри коктейля Wellness, они очень хорошо влияют на наше здоровье, на наше самочувствие, на нашу нервную систему, и мы по-другому себя начинаем чувствовать. Мы с удовольствием смотрим на себя в зеркало, мы видим вот эти результаты, мы видим эти изменения, и мы, у нас крылья распускаются, особенно сейчас вот то, что происходит вот с коронавирусом. Сам Эдигер говорил, что сейчас сам Бог велел поднять иммунитет нашими продуктами Wellness для того, чтобы у нас иммунитет был более заряжен и легче справлялся, и чтобы мы нигде вообще не заболели. И знаете, что самое важное? Что самое важное? Вот это направление Wellness, что мы добиваемся, поддерживаем хорошие физические, духовные формы с удовольствием и без насилия над собой, потому что у меня был опыт, когда я через голод худела, я 10 дней ничего не ела и жила только на воде. Это большое насилие над организмом. Ну так надо мне было. Я сидела на определенных диетах, после которых себя настолько ограничиваешь питанием, это нельзя есть, это нельзя есть, тут нельзя есть, тут дозировка маленькая, тут это, и что потом, когда выходишь из этого, выходишь из диеты и наедаешься так, что все килограммы возвращаются. Вот здесь такого нету, вы не насилуете себя, вы просто правильно питаетесь очень вкусной, полезной пищей. И что, как работает вообще направление wellness? Это идет на расслабление и гармонию, красоту и уход за телом, движение вот такое более легкое, потому что коллаген влияет очень хорошо на наши суставы, на наши мышцы и сухожилия. И питание у нас становится другим, и умственная активность совершенно другая становится, благодаря вообще вот этому направлению и коктейлям wellness. Первый месяц для меня был, конечно, очень важный. Если вы, когда начинаете пить, и вы действительно поставили себе цель похудеть, действительно поставили цель измениться, скорректировать свою фигуру, не нужно говорить, вот две недели прошло, у меня никаких результатов. Не нужно говорить, вот месяц прошел, у меня никаких результатов. Очень важно продолжать, потому что первый месяц ваш организм перестраивается. первый месяц, он воюет с вами, что вы его заставляете есть другую пищу. Он бастует, и могут быть, как и стул, может быть жесткий, и некоторое время не быть, может быть наоборот расслабленный. То есть у каждого организм работает по-своему, в зависимости от того, как устроен ваш организм, и какие у вас есть проблемы внутри. И первый месяц особенно сложный, по разным моментам, вот у меня были какие сложности. Я веган, я не вегетарианец, и я не сыроед. Мои сыновья сыроеды, вегетарианцы, это те люди, которые вообще не едят мясо, и не едят рыбу. Я веган, я больше, конечно, ем фрукты, овощи, клетчатку, крупы, я ем вареное, на пару, в духовке, вот такую пищу. Я отказалась от жареного. Иногда немножечко обжарочку делаю, а в основном потом тушу, потому что это вредно для организма, именно жареная такая, хорошо прожаренная пища. Картошечка такая, очень люблю фри картошку, но я от нее отказалась осознанно. И я редко и мало ем мясо и рыбу. Для меня это была сложность, потому что нам сказали, нужно добавлять именно белок, животный белок в свой рацион. Те, кто питается мясом, курицей, рыбой и всем остальным, для них сложности в этом не будет. У меня были прям сложности, потому что для меня мне казалось, что мой организм аж, ему аж не по себе, что такое количество белка, огромное количество. Поэтому я где-то добавила белок животный, все-таки добавила, в маленьком количестве. Это я сделала, например, если вы веган, то я добавила яйцо, я стала употреблять это белок животный, я начала делать, например, с курочкой какие-то вещи, и рыбку. И мне сказали, что если я ем очень мало мяса, если вы тоже, например, предположим, не едите мясо, то можно есть морепродукты. То есть это белок такой осознанный, хороший, который поможет вам в рационе, и вы нормально будете питаться. Я, естественно, морепродукты с удовольствием, это и креветочки, я приобрела, сразу начала есть и рыбу разную, и белую, и запекание, и многое другое. И добавляла сыр, конечно же, потому что сыр можно есть, нужно есть, только не в больших количествах, а совсем немножко дополнительно, желательно его утром. Или иногда немножко вот добавить можно, на рыбку натереть там, или, например, я очень люблю, знаете, как, вот я, раз я ем мало мяса, то я, например, делаю с грибами. Грибы, это же тоже белок, поэтому я беру, например, лист стеклянный наш, который от Фаберлик, на дно делаю оливковое масло, режу крупно, прям крупно, режу помидорки, вот толстые, кругляшки, кабачки, складываю, морковь, вот прям режу кругляшками, и прям вот такой толщины, и кабачки вот такой толщины. Можно туда добавить, например, цветную капусту, можно добавить лучок зеленый, можно такой лучок добавить, специи можно добавить, можно немножко добавить туда сметанки, то есть, какие у вас овощи есть, например, очень полезна стручковая фасоль, я туда добавляю стручковую фасоль, брокколи, многое другое, и поверх я делаю, крупно режу, прям вот практически, знаете как, прям вот почти цельные, вот такой толщины, вот такой толщины грибы я режу, и складываю прям вот, такими вот, вот красивыми раскладываю, и немножко добавляю соевого соуса, поверх я немного добавляю еще оливкового масла, совсем немножко, и вот натираю сыр, и ставлю в духовку, и получается совсем немножко по времени, великолепная вообще пища богов, я вам честно скажу, все кто попробовал, никто не поверил, что это без мяса, потому что получается как запеченные овощи, там присутствует белок, великолепное блюдо, которое можно накрыть на стол, и точно так же можно питаться без проблем, ну это один из рецептов, я могу рассказывать много про рецепты, я уже просто понимаю, что я очень долго говорю, а еще и до конца не дошла, сахар я не ем уже 10 лет, нам сказали убрать из рациона сахар, я вообще от сахара давно отказалась, но вот шоколад и сладкое для меня, это прям, ух, мне это очень нужно, и для меня это просто беда, мне хочется чего-нибудь сладенького, у нас на тот момент не было, как батончиков велнос, сейчас слава богу, это великолепный продукт, который мне заменяет полностью шоколад и сладкое, причем достаточно одного съесть, и вообще никаких проблем нету, потому что он восполняет полностью, вот эту потребность сладкого в организме, и там еще белок в батончиках, и что мне сложности какие были, не могу завтракать, уже много лет не могу завтракать, я плотно пробовала завтрак, потому что нам сказали, завтрак должен быть плотный, полезный, но плотный, я как поем, я потом спать хочу, у меня, я прям не могу, я все засыпаю сразу же, и вот в данной ситуации, я вам рекомендую есть все-таки, утром обязательно плотный завтрак, ну а я все-таки вернулась к смузи, к которому я привыкла, я делаю фруктовые смузи, например, один банал, небольшая горсточка там ягод, и вот такой момент, коктейль нравится, но было желание что-то изменить, поэтому я начала мешать коктейли, делала, например, большую часть, вот три четвертых, например, стакана ягодного, и совсем немножко шоколада или ванили, очень вкусно получается, необычный вкус, и питание пять раз в день, и три плотных у меня еды было, и два перекуса, плата и срывы, сложности, которые меня посещали, а одна неделя у меня была суперрезультат, то есть мог вес хоп, вот так вниз уйти, и у вас может быть такое, а следующую неделю именно наступала плата, и организм начал просто тормозить, ничего не меняется, ни замеры, ни вес не меняется, катастрофа, а еще с декабря я вошла в Новый год, а вы понимаете, что такое Новый год, потом был следом мою день рождения, это естественно огромное количество разных продуктов, я же готовила не только для себя, но и приходили гости, соответственно, я, как у меня бабушка говорила, напоролась всей этой еды, не пропадать же добро, наелась всего этого, вкусно жить, да и не вовремя, а ночные вот эти вот посиделки, и вот это немножечко мне притормозило, вот этот процесс у меня с wellness, но меня поразил удивительный момент, несмотря на то, что новогодние праздники, день рождения, огромное количество всяких тортов, и много-много чего, спиртное я не пью, поэтому проблем с этим нету, но все равно это и соки, и чего только нету, всего напробуешься, то есть сбалансированного питания там не было, там просто было жор, больше ничего, и вот в данной ситуации, удивительно, благодаря коктейлям wellness, вес у меня просто встал, он не добавился, меня не раздуло, у меня, я была поражена, потому что такого эффекта я точно не видела, несмотря на то, что вот я окунулась, вот этот жор, как вот эта девушка у холодильника, благодаря коктейлям wellness, с моим организмом не произошло ничего страшного, это просто песня, вот коллеги, серьезно, ну, я, и причем, когда вот буквально вот эти вот праздники прошли, то продолжает пить коктейли, и перейдя на нормальное питание, как я привыкла, я очень быстро начала опять после праздников сбрасывать вес, он начал опять двигаться вниз, изомеры в том числе, поняла самый главный принцип для похудения и употребления коктейлей wellness, это отследила, что ты ешь, вот очень важно следить, что ты ешь, и сколько ты ешь, то есть дозировка, если ты питаешься правильно, но ешь много, то будут проблемы, ну, будет не то, что проблема, будет медленнее уходить вес, если вы хотите действительно похудеть, то рацион немножко уменьшите, объемы тарелок, и обязательно здоровое питание, сколько ты пьешь воды в день, тоже заметила, когда были сбои, я, например, пила меньше количества воды, то вес уходил медленнее, как только я начинала нормальное количество воды пить, полтора-два литра, вес моментально, вьюх, прям вот прелестно уходил вниз, то есть вот этот момент я тоже отследила, попробуйте, и обязательно коктейли wellness каждый день, обязательно, конечно, можно делать перерывы, но в любом случае, коктейли wellness каждый день, мне очень часто задают вопросы, потому что я была в тестировании, мы организовали клуб, то есть марафон на два месяца, и многие знают, но не вошли к нам, сейчас мы у нас уже, эта группа заканчивает, мы набираем новую группу, именно марафона, будет трехнедельный, но я не об этом, я о том, что мне очень часто стали задавать вопрос, вечный вопрос практически каждый день мне задают, а можно не покупать батончики, те, кто заходит в марафон, говорят, а можно не покупать батончики, я, конечно, отвечаю, можно, но зря вы это делаете, потому что батончики, они на самом деле не такие дорогие, даже если вы смотрите на стоимость батончика, то вы не понимаете, насколько это необходимый продукт, для того, чтобы помочь быстрее похудеть, прежде чем я перейду к другому слайду, я просто скажу, зачем нужны батончики, когда мы меняем рацион своего питания, когда мы перестраиваем свой организм, к другому питанию, нашему организму не хватает каких-то привычных продуктов, и в этот момент организм начинает требовать сладкого, хотим мы этого или нет, но он начинает требовать, если вы до этого ели меньше сладкого, он будет требовать, если вы ели много сладкого, то он будет требовать вдвойне, вы будете хотеть еще больше сладкого, я это на себе отследила очень сильно, и на тех девочках, которые были в нашем марафоне, прям заметно, кто батончики ест, проблем нету, у него вес уходит великолепно, кто отказался от батончиков, начал перекус делать, да, можно, творогом можно делать перекусы, фруктами можно делать перекусы, но именно батончики для перекуса, это просто великолепнейший продукт, просто нереальный продукт, смотрите, вот одна чашка чая или кофе в обычном кафе стоит сколько? 100-150 рублей, а если в хороший попасть ресторанчик, то это порядка 200 рублей, смотрите, у нас наши батончики Wellness, черная цена каталога 200 рублей, батончики это спасение, да, это вообще спасение, это просто прелестно, батончики, вот смотрите, черная цена каталога 200 рублей, цена, по которой нам, клиентам, это 99 рублей, это вообще смешная цена, цена со скидкой 20% для привилегированных покупателей 79 рублей, и цена с 26% скидкой 73 рубля, я вам скажу честно, когда не было этих батончиков наших протеиновых, вот которые Wellness, я покупала в интернете, есть батончики протеиновые, которые один батончик стоит, вот хорошего качества, 200-300 рублей один батончик, и соответственно, я покупала, прямо, например, 10 штук, посчитайте, сколько денег я выкладывала там, потому что я понимала, насколько они полезны, что самое важное в батончике, когда мы в день выпиваем чашку чая, или чашку кофе, то мы за нее отдаем гораздо больше денег, чем за батончик, так лучше выпить, например, не чашку кофе, а съесть этот батончик полезный, потому что в наших батончиках, в этом перекусе, получаем не только утоление голода, но и 21% необходимого белка, а именно белок, это строитель нашего организма и наших клеток, именно благодаря тому, что в коктейлях Wellness есть белок, а еще и в батончиках есть белок, то благодаря этому, вы ночью не хотите есть, вот когда появились батончики Wellness, я перестала хотеть после коктейля есть, потому что я днем восполнение белка, особенно для вегетарианцев, восполнение такого количества белка, это просто прелестно, но еще в батончиках есть коллаген, а это необходимый для кожи, ногтей, волос, суставов, и сухожилий продукт, и в коктейлях мы получаем этот коллаген, и когда мы худеем, кожа у нас, она более гладкая, она подтягивается, а перебора не будет, нет, все сбалансировано, все посчитано, это разрабатывали вообще вот эту серию Wellness, ученые, известные ученые, это те люди, которые четко, они прям вот скурпулезно отслеживали каждый продукт, который добавлен, но батончиков есть много нельзя, батончиков желательно есть всего один батончик в день, но если все-таки вы понимаете, что чем съесть конфету или шоколадку, лучше съесть перекус два раза в день, именно батончиком, и вы увидите, насколько это здорово, и необходимое количество есть витаминов, определенных и минералов, которые помогают нашей умственной активности, то есть вот у меня закончились батончики, мне прям их не хватает, я прям вижу, насколько у меня наступает опять потребность, что-нибудь сладкого съесть, я опять уже заказала их, потому что это просто спасение на самом деле, смотрите еще, какой вопрос, что вы можете посмотреть, и как вы можете объяснить, как клиентам и для себя, почему батончики выгодно, батончик один, перекус, это один батончик, 6,5 баллов, это во-первых для нас, для сетевиков, прелестное количество, ой 0,5 баллов, прелестное количество добавок, ну пусть это маленькое количество, но оно все равно не повредит, два батончика в день, это один балл, то есть вы по сути прибавляйте себе в баллах, в месяц, если два перекуса, это 60 батончиков, это 30 баллов, вы например можете не покупать сразу на месяц эти батончики, но купили вы например 10 или 15 штук, рассчитайте как вам удобно, потом докупили еще, это очень выгодно и очень полезно, как в объемах, то есть вы знаете как, мы кушаем полезную пищу, а еще за это получаем деньги от компании Фаберли, потому что накапливаем определенное количество баллов, очень частый вопрос мне задают постоянно последнее время, а как вы говорите людям, почему нужно покупать коктейли, ну вот они к вам идут в марафон, а как вы им говорите, что им нужно комплекс купить, для меня это странный вопрос, я говорю, им не нужно покупать коктейли, вот если и они исходят из позиции должен, то они никому ничего не должны, если люди хотят на самом деле похудеть, постройнеть, оздоровиться, то они обязательно купят наши коктейли и супы, потому что это полезный, нужный продукт, который сделает нас более красивее, более здоровее, более стройнее, и скоро у нас наступит лето, и закончится карантин, и мы пойдем на пляж, и вот те, кто уже пьет коктейли wellness, и едят батончики, они выйдут на пляж в красивом купальничке, и не будут где-то прикрываться парео, а будут наоборот на показ выставлять, а те, которые не берут, ну, это значит не берут, это значит не их решение, потому что, вот посчитайте сами, сколько обходится приблизительно ваш ужин в день, мы когда делали расчеты, то получается где-то порядка 200-250 рублей, в принципе, обычно рацион, ну, может быть, если правильно сбалансированная и вкусная еда, то обычно 200-250 рублей стоит простой ужин, который мы едим, а коктейлями мы заменяем ужин, смотрите, коктейли и супы замена ужина, 15 порций в упаковке, расчет одной порции получается, черная цена каталога одной, цена каталога 2600 коктейлей, разделить на 15 порций, это получается в день мы на себя любимого вместо ужина тратим 173 рубля 30 копеек, а так обычно ужин у нас где-то или в такой же стоимости, или больше, просто здесь мы покупаем комплексом сразу же, мы покупаем сразу пакеты, поэтому стоимость вроде бы большая, на самом деле он недорогой продукт в расчете, цена каталога со скидкой у нас 1799 рублей, цена каталога, разделить на 15 порций, получается наш ужин стоит 119 рублей 33 копейки, что мы не можем себе позволить, ужин 119 рублей, цена консультанта с 20 процентами, 1439 разделить на 15 порций, 95 рублей для консультантов, ужин, это разве много, цена консультанта с 26 процентной скидкой, 1333 рубля разделить на 15 порций, 88 рублей, а еще для вип-консультантов эти продукты можно купить с 70 процентной скидкой, там вообще смешная цена, там получается за 700 рублей с чем-то вы покупаете коктейли, так что еще и вип-консультантам быть выгодно, поэтому рассказывайте людям, показывайте вот этот момент, а для консультантов очень выгодно, смотрите, коктейли и супы, замена ужина, одна пачка 15 порций, в месяц получается 2 пачки на 30 дней, можно 15 в начале, одну пачку купить, потом вторую, но я покупала ее сразу же 2, чтобы смешивать, консультант 20 процентный, 15 умножить на 2, получается 30 баллов, 30 и 30 баллов, то есть 60 баллов вы получаете, это вообще здорово, 26 процентники, у кого скидка, кто делает свыше 50 баллов, то получается 14,03 умножить на 2, получается 28,06 баллов, вам сразу же в копилочку ваш личный объем, а за это вы получаете еще и объемную скидку, то есть здесь несколько выгод, и ужин относительно недорогой, и полезный, еще и баллы, смотрите, я просто к чему вам говорю, одно дело, когда мы для себя это делаем, чтобы быть здоровыми и похудеть, другое дело, это прелестный продукт для работы, и для выстраивания взаимоотношений с другими людьми, со своими консультантами, со своими клиентами, вот с огромным количеством, кому можно взять прямо это направление, начать работать и развивать свой бизнес и расти, группа, например, набирайте, предположим, вы группу, вы у нас из 10 человек, смотрите, какие получаются, по программе ужин плюс перекус, это два коктейля или супа, плюс 60 батончиков на месяц, и это тогда прирост в вашей группе составит 580 баллов, кому нужны 580 баллов, вперед, находите тех 10 человек, которые абсолютно не все равно на свое здоровье, которые действительно хотят похудеть в вашей структуре или клиенты, по программе замена 2 приема пищи плюс перекус, это 4 коктейля или супа, или супа, или можно 2 супа, 2 коктейля, плюс 60 батончиков на месяц, и это получается, прирост группы составит 870 баллов прироста в вашей группе, это всего, когда вы вместе с 10 человеками здоровее, становитесь здоровее вместе, кому нужны баллы, кому нужна квалификация, кому нужны большие доходы, пользуйтесь сами этим продуктом, приглашайте себе людей, которые действительно будут вместе с вами двигаться, и тогда, знаете, как получается, это вообще интересно, выгодно, комфортно, это своего рода услуга для клиентов, и сам великолепный продукт, велнос можно определить как деньги и время, вложенные в здоровый образ жизни, через потребление велнос услуг и велнос товаров, то есть, это, знаете, такое благое дело, когда вы предлагаете людям здоровье, но за это вы еще получаете деньги, за это вы увеличиваете свои квалификации, и за это вы еще, за это благое дело, что вы оздоравливаете большее количество людей вокруг себя, вы еще и становитесь счастливее, и потому что вокруг вас большее количество счастливых людей, вообще очень важно не просто пользоваться самим, а именно создавать сообщество, велнос фаберлик, через приглашение фаберлик, то есть, это можно использовать как рекрутинг, и приглашать в компанию на потребление, показывая, вот вам по цене каталога сколько будет, вот вам будет по цене вашей консультанта, и тогда человек действительно с удовольствием зарегистрируется, и купит полный комплекс, и сразу же получит уже подарки по стартовой программе, и человеку хорошо, и вам хорошо, чем больше вы количество пригласите, тем больше у вас привилегий получится, второе, через привлечение своих консультантов, новый рекрутинг сделайте, вообще киньте клич в свои структуры, поговорите с ними в чатах, кто хочет похудеть, кто хочет вместе, потому что вместе проще, когда вот мы создавали наш марафон на 2 месяца, больше для нашей структуры, для наших людей, и для их клиентов, у нас несколько человек вошло, они пригласили своих клиентов, это очень здорово, мы помогали им, но большая часть, конечно же, пришли именно консультанты, которые особенно это необходимо, и они уже сейчас получают результаты, они уже понимают, насколько это великолепный продукт, и они уже запросто могут, используя его, на своих результатах, продавать его, предлагать его, и продвигать этот продукт, через помощь своим консультантам, как я вам сказала, потому что вы можете сделать совместные клубы, например, с их клиентами, и вы можете этим процессом рулить, как мы это делаем, то есть мы помогаем, а у них баллы, у нас возможность помочь им, через марафоны онлайн, сейчас мы многие сидим дома, какие проблемы можно хоть в Телеграме, хоть где вообще вот сделать марафоны, и Александр Сечик вам, наверное, рассказывал про свое количество марафонов, какие она проводит, и мы уже начали количество, мы просто понимаем, мы провели вот один марафон, мы понимаем, какие шикарные результаты, насколько мы помогаем людям, у нас счастье, у них счастье, поэтому мы сейчас запускаем новый, следующий, то есть мы видим, понимаете, как можно в марафонах где-то еще и посмотреть, что-то вы сделали не так, можно поправить, сделать по-другому, это же не проблема, главный результат у человека, через клубы здорового питания, когда откроется возможность, и вам, наверное, Алена Тонкова рассказывала, как это, ой, нет, Ольга Лобановская, наверное, рассказывала, как это можно делать на ПВ, как это можно, вообще клубы здорового питания, огромное количество компаний, которые через это делают, через совместное действие, действия, то есть стране вместе, вместе вы можете делать какие-то фишки, какие-то дни открытых дверей, проб и тому подобное, через привлечение большого количества людей к здоровому образу жизни, тогда все гораздо проще будет, и вот этот кругооборот, и людей оздоровит, и даст возможность многим заработать, и даст возможность многим вырасти в званиях, и в квалификациях, этот уникальный продукт, который, главное, его правильно преподнести, и главное делать ежедневное сопровождение Wellness Faberlic в разных мессенджерах или в соцсетях, это без проблем, выкладываем фото завтрака, например, количество пройденных шагов за день, количество выпитой воды, отзыв о прожитом дне, тут можно прям составляющую огромную составить и придумать, из чего будет состоять именно ваш марафон или ваш клуб, важно другое, важно вам всем будет на 100% хорошо, удачно и здорово, и вместе всегда легче оздоравливаться, наводить красоту, уверенность, и особенно с продуктами нашими Wellness, но еще один момент, который не написан нигде абсолютно в компании, но я могу это уже сказать точно, потому что у меня было время, когда мне задавали вопросы, что теперь вечно пить Wellness коктейли, вы знаете, я пока пью, потому что мне это нравится, но был момент, когда я их не пила, было прям вот несколько недель, я заметила, что Wellness Faberlic это пролонгированный эффект, я вам точно говорю, я их не пила, а процесс продолжался, организм мой продолжал стройнеть, хорошеть, здороветь, и действительно вот эта вот серия Wellness Faberlic это пролонгированный эффект здоровья и успешности, поэтому я вам желаю всем быть успешными, счастливыми, здоровыми, и много-много вам таких же людей в вашем окружении. На сегодня все, если есть какие-то вопросы короткие, быстренько отвечу, потому что я прям вас сегодня задержала больше часа, мне сложно говорить меньше. Всегда пожалуйста, если есть вопросики, готова ответить, прям вот буквально минуточку-две. Ну все, девочки, девочки, мальчики, привлекайте, потому что мужчинам пить Wellness тоже полезно, у них немножко другой процесс в организме происходит, но это полезный продукт. у нас многие девочки, кто вошли в марафон, они просто-напросто посадили своих мужей на коктейли Wellness, и вместе они пьют без проблем. Счастья, здоровья вам, покупайте, и будьте красивыми, и замечательными, стройными, и здоровыми. Все, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok